Дорогая община 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 Господь через Моисея в том числе с народом Израиля и взял возвращенную перед этим жену, там по каким-то семейным обстоятельствам двух его сыновей, пришел к Моисею и услышал, Моисея его встретил очень хорошо и рассказал ему, что сделал Господь. Это так впечатлило Иофора, что он признал Бога Израиля выше всех богов и принес ему жертву всесожжения. Жертва всесожжения, как известно, это говорит о посвящении человека Богу. И после этого был хороший ужин, встретились Моше, все начальствующие Израиля и Иофор, и они говорили, а на следующее утро Моше, как обычно, сел судить народ. И Иофор говорит, а что это происходит вообще? Моше, что происходит? Народ, тысячи стоят под солнцем, ты здесь мучаешься, что происходит? Он говорит, да ничего особенного, я сужу. Да нет, по-другому надо делать, надо выбрать людей, чтобы там десятки, пятьдесят, сотни, тысяч, чтобы каждый разбирали на своем уровне. И Моше говорит, о, точно. А я, говорит, и не знал. И я верю, понимаете, что он был очень благодарен Итро за это дело, и я верю, что вечером состоялся разговор, и Моше там ходил по этому шатру и говорил, слава Богу, что тебя прислал, Бог сюда, что ты мне дал такой добрый совет. Мы здесь, понимаешь, вот такие умные все с образованием, мы так и не поняли, как надо, ну ты понял, спасибо тебе. Знаете, я его понимаю, потому что, как бы, у нас в жизни тоже бывают, как бы, такие, как бы, вещи, прозрения, да, когда вот мы, вот, вроде бы, видим, вернее, вроде смотрим, а не видим. Вот у меня, например, у моей жизни это связано и, в том числе, и с моей женой, вот, когда где-то лет через пятнадцать нашего супружества, а сейчас у нас уже больше тридцати пяти, вдруг я начал понимать, что оказывается, так, чтобы никто не слышал, что мы, пацаны, очень крутые, конечно, но мы не все понимаем и не все видим, а они, женщины, есть вещи, которые они понимают глубже нас и видят. Кто-нибудь подтвердит это? Аминь. Больше женщины. Значит, я это, ну, обратил внимание на простых жизненных вещах, ну, например, жена проходит мимо тебя, когда ты там что-то делаешь, и говорит, а что-то ты бетонную стену гвоздем ковыряешь, у тебя же есть это, дрель, перфоратор, и ты, о, точно, у меня же есть перфоратор, а я смотрел, я забыл просто, я не знал, ну, я утрирую, конечно, ну, суть-то в этом, понимаете, вот, я понимаю, и начинаешь понимать, где-то лет через пятнадцать я понял, что мы не такие крутые пацаны, что такие, надо женой советоваться, потому что они смотрят по-другому, и это задумка Божья, понимаете, потому что Он создал нас, чтобы мы дополняли, чтобы мы зависели друг от друга, понимаете, чтобы не было такого, что мы такие вот все себя самодостаточные, понимаете, вот, и давайте Бога поблагодарим, похлопаем ему, да, что Он нас создал очень мудро, Господь, спасибо тебе за наших женщин, ну, и за мужчин, конечно, они такие крутые пацаны, значит, и, значит, следующий момент, вы знаете, вот, если мы посмотрим, ну, развивая эту тему, если мы посмотрим на общину, то, ну, например, вот коснемся 12 главы послания к римлянам, да, там говорится о том, что мы вместе тело, да, но по отношению друг к другу мы члены, то есть мы выполняем по отношению друг к другу разные функции, и мы можем делать то, услышите меня, да, мы можем делать то, вот я или там кто-то из вас, то, что не может другой, понимаете, то есть, то есть Бог даровал, там написано, управляешь, вот есть люди, которые управляют, да, управляй, почему, тебе Бог дал такую способность, ты раздаватель, да, ты любишь, раздавай, значит, ты там утешаешь, утешай, тебе Бог дал эту способность, то есть для того, чтобы мы помогали нашим пасторам нести бремя, это здесь вот написано в 18 главе тоже, что избрали-то вот этих людей, не просто, чтобы они там были крутыми парнями, понимаете, и ну, чтобы говорили, я начальник, ты там, понятно, кто, вот, нет, значит, они для того, чтобы они помогали пасторам нести бремя, потому что, ну, скажем так, быть, руководить общиной, это действительно, это действительно, ну, труд, не будем говорить, что там пастор наш не сгинается от непосильной ноши, не-не-не, ну, любое, знаете, ответ, любая ответственность, это в определенной степени бремя, понимаете, вот, и поэтому нужно уметь, уметь ценить друг друга и принимать добрые советы друг друга, понимаете, о чем я говорю, да, то есть, как принял совет Маше, он может сказать, папа, ну, ты понимаешь, что другое время, вот уже все изменилось, все, интернетом и так далее, все же по-другому, мы теперь вот так вот будем делать, твои советы устарели, нет, он принял, с благодарением принял, он внедрил это в жизнь, это стало основой, ну, внешней стороной судебной системы Израиля, и она просто существовала, этот совет дал органу судебному, дал существование более полутора тысяч лет, понимаете, всего-то простой совет, вот, и надо, уметь принимать советы и ценить советы, и от друг друга, и от служителей, прежде всего, и от пасторов, и принимать их, как, ну, как Бог говорит тебе что-то в твою жизнь для того, чтобы ты был более успешным, аминь. И еще один момент, о котором я хочу говорить сегодня, и он основной, это то, что, ну, давайте мы почитаем сначала Тору. Итак, что произошло у горы Синай? Давайте восстановим картину. Итак, исход 19, 4, 6. Бог говорит, вы видели, что я, то есть Бог, сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас куда? К себе. Это все знают, те, кто читают Библию, да, кто читает Тору, значит, они знают, и принес к себе, и здесь в этом к себе мы видим вот эту вот некую такую мысль, да, я уединился с вами в такое место, чтобы нас никто не видел, чтобы здесь был я и вы, как народ и каждый из вас. Я принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать глаза моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священником и народом святым. Далее, это 19, 10, 11. И сказал Господь Моисею, пойти к народу, освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню, бы в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И еще 19, 13. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. Я знаю, потому что сам через это прошел, думаю, что и у некоторых из вас есть непонимание того, что вот встречу, Бог вообще-то хотел или не хотел? Если Он хотел, то почему Он там круги эти навел, почему там Он с Мошей говорит, ну ты же сам хотел, чтобы круги мы эти сделали, да? Я вроде бы понимал, хотел, потом округи, а потом вот это вот, понимаете, но таки мы видим, что Он хотел. Друзья, запомнили, Бог, Он всегда хочет встречи, как со своим народом, Он хочет встречи с каждым из нас лично, но на Его условиях, конечно, Он определил условия. Почему? Потому что Он Бог, потому что Он святой, а мы сами понимаете, кто мы. Он сказал, что во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти, могут они взойти на гору. То есть Он не говорит, взойдете на гору, я требую, чтобы вы взошли на гору, потому что Я Бог. Нет, если вы хотите отношения со мной, вы можете взойти на гору, познакомиться со мной, узнать, кто Я, значит, узнать, что Я хочу для вас, и какие у меня прекрасные планы для вас, и на ваше будущее, и какую землю Я вам хочу подарить, и как Я хочу, чтобы вы классно жили в этой земле. Состоялась встреча? Нет, она таки состоялась в определенной степени. Вот смотрите, второзаконие, 5 глава, 4-5 стих. Маше, вспоминая этот случай, он говорит, «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слова Господа». Ну, они же сказали, израильтяне сказали, «Ты встань и пересказывай нам, мы не хотим туда идти, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Они таки побоялись, и вместо вот этой встречи, ну, условно говоря, на берегу реки, у огня, помешивая там, знаете, вот эту уху такую вкусную, разговаривая там и так далее. Встреча таки состоялась, но они были с одной стороны реки, да? Господь был с другой, а Маше был на плоту как бы между ними. То есть была встреча, но не та встреча. И они таки не узнали, кто он такой, они таки не поняли, какой он. И поэтому не прошло там короткое время, и они сделали тельца золотого и сказали, «Да вот он, вот он, Иегова, который вывел нас из Египта». Ну, почему это произошло? Потому что они таки не познали его, как его познал Маше. Маше, уже кого хочешь, там, золотых бриллиантовых тельцов делай, он знал своего Господа, и он знал, ну, он знал его сердце, вообще он знал, кто он и какой он. К чему привело то, что эта встреча не состоялась в том формате, какой хотел Господь? К чему это привело? Друзья, это привело к пустыне. Я уверен, это мое личное убеждение, это не богословно, но я уверен, что если нет вот этой первичной встречи, первичная встреча – это еще не все, вы же понимаете, да? Когда мы встречаемся с какой-то личностью, вот, например, мы слышали о ком-то, да? Вот он такой, ну, нас не трогай, пока мы не встретимся лично. А когда вот мы встретились с человеком лично, с братом, с сестрой, посмотрели в глаза, посмотрели, насколько он классный, насколько он простой, хотя там казался таким, знаете, вот. Как он внимателен к тебе, как ты его интересуешь и так далее. И ты скажешь, вот, все, я понял. Но это же еще не все в отношениях, да? Надо еще пройти путь определенный с этим человеком, познать его во всех обстоятельствах, чтобы сказать. Но без встречи, ну, невозможно этого. Должна быть вот эта вот встреча для того, чтобы узнать человека, чтобы доверять ему, чтобы потом строить отношения на определенных основаниях. Так вот, этого не произошло. Это привело потом в дальнейшем ко многим неприятным вещам в жизни израильского народа. И это привело к пустыне. Друзья, это принцип. Это принцип. Если нету этой встречи, если нету этих отношений, откуда нам черпать мудрость? Откуда нам черпать понимание, как жить в этой жизни? Во второй главе притчи там написано, только если ты будешь, ну, там, все, можно, начало сказать, если ты будешь иметь отношения с Богом, будешь его слушать, будешь его слова складывать у себя в сердце, только тогда ты поймешь, ну, всякое правосудие, всякий путь, всякую справедливость и так далее. Вообще ты поймешь тогда, как поступать. Как мы можем поступать правильно без Господа, без Его совета, без взаимоотношений с Ним? Это обязательно должно быть первая встреча. Я понимаю, о чем говорю, потому что, будучи в солидном возрасте, но молодым христианином, очень горящим и уже служащим и так далее, я вдруг понял, глядя на окружающих меня людей, в том числе на Анжелу Марину, я понял, что я не такой, как она. Я понял, что я другой совершенно, я знаю о Боге, я слышал о Нем, но я не имею тех отношений. И меня это очень поразило, понимаете, я стал просто стучать в небеса и говорить, а что происходит, почему так, почему я сухой, я не могу тебе молиться нормально, я тебя не люблю вообще-то по большому счету, я не знаю тебя, у меня это было в моей жизни. Я очень долго стучал в небо, может быть, этому как бы причиной было мое коммунистическое прошлое, понимаете, потому что я весьма много служил этим идолам, но так оно было, и в моей жизни я до встречи, понимаете, я очень долго, пока я не пережил эту встречу, я не буду о ней рассказывать, у каждого из нас своя встреча, кто-то пережил, кто-то не пережил, но если я не пережил человек, он должен задуматься, он должен глядеть на тех людей, которые знают Господа, которые горят для него, и он должен задать себе вопрос, почему я не такой, почему вот у меня нету этого, почему я иду, потому что надо идти, почему я молюсь, потому что, ну, отбубнил и все, вот не должно быть, должен быть разговор, отношение, должна быть эта встреча, это должно произойти у каждого человека. Что значит встреча, к чему она приводит? Ну, давайте вспомним пример Иова, да, вот, в чем, ну, проблема была, как бы, у этого человека, он попал в сложнейшие жизненные ситуации, я думаю, даже не буду просить вас поднимать руки, кто попадал в жизненные ситуации, если кто-то не поднимет, наверное, это будет неправильно, я думаю, что все поднимут, мы все попадали в сложные жизненные ситуации, но его жизненная ситуация, ну, была такая, что мы через 3000 лет, даже больше, мы знаем, что это было, ну, это было просто вообще не дай Бог, как говорится, да, вот он попал, вот и все, и он начал с Богом выяснять отношения, он говорит, Бог, я не знаю проблем за собой, там все, делал все как надо, и бедному, значит, это, помогал, там, и сирот, и помогал, и старушек через дорогу переводил, все делал правильно, как ты меня учил, все я делал правильно. Почему у меня такое, может быть, там, ну, так он намекнул, может быть, у тебя там, ты несправедливый, вообще-то, ну, такой, был такой намек, косвенный такой прозвучал, и Бог стал ему говорить, говорит, слышал, а ты случайно не хочешь себя оправдать? А давай-ка я тебе задам вопрос, ты меня спрашиваешь, почему с тобой это произошло? Давай я тебе задам вопросы. И начал задавать ему вопросы. И в ходе этих задач, он-то, кстати, ему не ответил на вопрос, почему с ним это произошло, но он начал задавать вопросы, и в конце Иов, Иов ответил Господу и сказал, я слышал о тебе слухом уха, то есть я знал, я слышал, что вот ты такой классный, там, ну, в общем, я все это знал, но теперь мои глаза видят тебя, то есть я познал тебя, какой ты, кто ты, я узнал, и отрекаюсь, и раскаюсь в прахе и пепле, то есть оказывается, для того, чтобы его жизненные, ну, потом у него вопросы решились, для того, чтобы его жизненные проблемы решились, оказывается, ему не надо было узнать, почему это с ним произошло, а что ему надо было? Встреча ему нужна, ему Бог был нужен, вот он, пришел Бог, все, оно решилось, и он узнал, и он понял. То же самое было у пророка Аввакума, когда он стучал в небо и говорил, Бог, что происходит с Иудеей, ты посмотри, враги, ты же обещал Иудею хранить, вот, а здесь враги окружили, они нас теснят, что происходит, суда нету, ты посмотри, что с Украиной происходит, суда нету, ты что, не видишь, вот какие они, как они врут, как они, в общем, стреляют, как они делают, нету суда. И Бог пришел к нему и говорил с ним, вот, и, сейчас пару слов скажу, Аввакум говорит, я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести всем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и так далее. Значит, и, короче, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. То есть, он услышал, и в конце, после этой встречи, он говорит вот эти известные слова, хотя бы не росла смоковница, и не было плода на виноградных лозах, там, и отжали у меня машину, и разбомбили бизнес и так далее, и так далее. Я все равно буду веселиться в Боге спасением моего, потому что Господь, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленей, и на высоты мои возведет меня. Аминь. Это проблема войны. И тоже, что ему надо было? Ему надо было просто встреча с Богом, ему надо было еще раз понять, какой он, довериться ему. Я имею друзей, знакомых в разных динаминациях протестантских, я всегда задаю вопрос, а что у вас? Ну, вы же понимаете, мы же любим. А что у вас? Ну, там типа нет пророчества какого-то, чтобы Бог сказал, что вот, т-т-т, все закончится. Ну, все говорят одно и то же, понимаете? Вот как будто бы, ну, я не знаю, как будто бы они из одного места услышали. Да, удивительно. Они говорят, надо доверять Богу. Вы что, не понимаете? Готовится глобальная сцена, история сдвинулась. Ребята, мы живем во время, в которое хотели жить пророки, они мечтали в это время жить, и мы попали таки в это время. Мы попали в это время. Это наше время, друзья, это наше время. И надо доверять Богу, понимаете? Хотя бы вот это, хотя бы вот это, хотя бы вот это. Будем мы жить с Богом, или мы не будем жить с Богом, понимаете? Ну, имеется в виду, умрем, умрем ли мы в Боге, да? Вот это я имел в виду. Значит, но мы должны доверять Ему. Мы должны доверять Ему. И, аминь, аминь. И коротко о Савле и Старце, который известен как апостол, как апостол Павел, он, это как бы больше о служении, о поисках себя в Боге, да? Когда он, дыша угрозами, шел, значит, в Дамаск, да, там, изничтожать церковь. И вдруг он встретился с Богом лично. И он спросил, кто ты? Он говорит, это я, Ешо, которого ты гонишь. Значит, и у него произошла трансформация. Он реально понял, что он таки неправ. И, значит, и как бы у него произошло вот это внутреннее прозрение. И Ешо сказал ему, ты будешь у меня посланником другим народом. И многие через тебя, они познают, они познают меня. Вот что такое встреча с Богом. То ли личные обстоятельства, то ли война, понимаете? То ли какие-то моменты, когда мы хотим познать себя и так далее. Вот только отношения гарантируют нам вот это, знаете, проход через эти обстоятельства, понимания какие-то. Потому что Бог же не обещал нам, что у тебя все будет классно. Я читаю, я вижу, что я всегда буду где? С тобой во всех обстоятельствах. И хороших я с тобой. Буду тебя тяжелые обстоятельства, я тоже буду с тобой. Я тебя проведу, я тебя утешу, я тебе помогу. Вот что нам обещал. Но для этого надо же знать его. Для этого же надо иметь эти отношения, чтобы доверять ему. Как можно не доверять ему? И чем я хочу закончить, дорогие братья и сестры. Одно из любимых своих мест. Это деяние 17 глава, 26-28 стих. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предоплённые времена и пределы их обитания. Зачем? Дабы. Дабы они искали Бога. Он вообще-то сотворил нас, да? Чтобы первое, что мы делали, мы искали Бога. Второе в Ефесянам написано, дабы делали добрые дела. Нету других у нас предназначений. Искать Бога и делать добрые дела. Не просто транзитом шухнуть на небо, понимаете? У нас план, у Бога есть план для наших жизней. Я верю, что это добрый план. Он сказал об этом. Не во благо, а не во зло. У каждого, для каждого из вас есть добрый план. Во благо, а не во зло. Итак, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко из каждого из нас. Он весьма близко. Он здесь, Он сейчас. Я верю, что Он слышит ваши сердца, Он слышит ваши мысли, которые сейчас есть в ваших головах и в сердцах ваших. Хотя Он недалеко от каждого из нас. И давайте мы вместе попытаемся это сказать. Мы знаем это окончание, да? Ибо мы им и движемся, и существуем. Аминь.